Всем привет, ребята, с вами снова Хик, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами затронем одну интересную тему в GTA San Andreas, а именно вождение СиДжея. Неужели оно было и вправду такое ужасное, как об этом любит говорить Райдер? После коротенькой рекламы мы начнем с вами разбираться в этой теме. Да-да-да-да, я знаю этого парня, три из трех выдаёт. Чёрт! Чёрт вы, вагасы! На каком проекте вы играете? Эй, эй, спокойно, чувак, спокойно, чувак, Аризон Диодрок! Аризон Диодрок, какой промокод ты вел? Промокод фиг, фиг! Что ж? И сколько бабла ты получил на старте? Нет, чёрт, я ещё ничего не получил, только зарегался, только зарегался! А, сори, я думал, Журнер тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз убирался. Самое время прогнеть его на самый крутой сервер. Ха, ну что ж, добро пожаловать в Аризон Диодрок! А здесь находится ваш промокод на 200 тысяч! Ведём его на шестом левеле и разбогатеем! Ха-ха! И первая миссия, в которой мы можем услышать критику в адрес СиДжея по поводу его вождения, это миссия Катализатор. СиДжей приходит в дом Райдера в то время, когда он делает себе новые наркотики, потому что не смог найти те, которые закопал на заменном дворе. Но разговор двух друзей прерывает темпени, который забирает у Райдера какую-то непонятную баночку. И сообщает о том, что через Лос-Антос проходит поезд, набитый ящиками с различным оружием. СиДжей и Райдер незамедлительно отправляются за припасами для своей группировки. И тут-то Райдер начинает возмущаться и всячески подкалывать вождение СиДжея. СиДжею уже надоело выслушивать критику по поводу его вождения, но Райдер не останавливается и не желает, чтобы СиДжей взорвал их вместе с машиной. Вторая же миссия это ограбление дядюшки Сэма. СиДжей находит Райдера на заднем дворе его дома. Тот сидит на своем кресле и курит. Между ними происходит разговор, касающийся того, почему же Райдер не закончил среднюю школу. СиДжей ему напоминает, что это было из-за того, что тот продавал наркотики 10 лет. И это утверждение считается неверным. Посчитал Райдер. СиДжей снова доносит свои догадки и говорит о том, что причиной является избиение учителя за то, что тот носил одежду с цветами балас. Ну и для Райдера это все чушь собачья. И он не закончил школу лишь потому, что он является, черт возьми, гением. И что этот гений придумал способ, как обворовать армию для того, чтобы снабдить банду оружием. Молодец. И снова. Райдер подкалывает СиДжея и упрекает его в вождении большого фургона. Мол, сможет ли СиДжей управлять этой махиной, не прикончив их обоих? СиДжей, в свою очередь, ничего на это не отвечает и просто переходит с темы, задав Райдеру вопрос. Третья миссия – проезд рядом. И начинается она с того, что Райдер осуждает Карла за его вождение, не зная, что сам Карл стоит позади него. Райдер говорит Карлу о том, что он постоянно бьет машины, и восточное побережье сделает из него психопата за рулем. И как только он вернулся оттуда, все кругом стали кричать, что СиДжей отвезет нас туда, СиДжей отвезет нас обратно, мол, его это конкретно задолбало. Райдер обращается к СиДжею и говорит ему, чтобы тот не собился за руль. Но в разговор стревает Свит и говорит Райдеру, что он является хорошим стрелком, ну Райдер, и от него будет больше пользы, если он покажет СиДжею то, как нужно стрелять. На что Райдер соглашается и дает добро на то, чтобы СиДжей сел за руль, и банда направляется на территорию баласов. Но во время поездки Райдер снова за свое, начинает говорить о неспокойном вождении СиДжея, чтобы тот в очередной раз не помял его автомобиль. И последнее место, в которое Райдер беспокоится о вождении СиДжея, это воссоединение с семьей. Карл заходит в дом Свита, где тот обсуждает воссоединение семьи Грув, предлагая свою кандидатуру в качестве того, кто пойдет на встречу. И все с этим соглашаются. Парни отправляются в мотель Джефферсона, где и будет происходить встреча. Ну и угадайте, что происходит. Райдер снова говорит о том, чтобы СиДжей не разбил их тачку. И наконец-таки СиДжей не выдерживает и посылает Райдера на все четыре буквы. С его тупыми шуточками на эту тему. И видимо это уже не только раздражает самого Карла, но и всех вокруг, в том числе Свита и Смоука. Свит просит, чтобы Райдер прекратил уже издеваться над СиДжеем. На что Райдер отвечает, что это была его очередная шутка. СиДжей говорит, что Райдер абсолютно все превращает в шутку. Но Райдер считает, что это не так. Далее в разговоры стревает Смоук и тема плавника переходит в другое русло. Ну так давайте же ответим на главный вопрос этого видео. Действительно ли Карл Джонсон так отродительно водит автомобиль? На самом деле я считаю, что это не более чем шутка со стороны Rockstar Games над обычным игроком в GTA. Так как большинство из нас совершенно не следит за ситуацией на дороге. Мы понимаем, что это все игра и незачем соблюдать правила дорожного движения. В конце-то концов GTA создана для того, чтобы вытворять в ней полный хаос и делать все, что душе только угодно. И разработчики игры прекрасно об этом знают. И сделали для нас своеобразную пасхалку. Создали такого персонажа как Райдер и напихали в него диалогов об неосторожном вождении, чтобы максимально сблизить игрока и саму игру. И что еще самое интересное, так это то, что Си Джей и вправду вернулся из восточного побережья. И мы все это прекрасно знаем. Но чем он там занимался, Райдер вряд ли знает. Ведь по сюжетной предыстории, GTA San Andreas Си Джей на протяжении 5 лет работал с Джоули Леоне, который в свою очередь владеет автомастерской в Либерти Сити. И занимался он так или иначе угонами автомобилей. И после всего этого, вы действительно думаете, что мистер Леоне мог взять в себе в работники неопытного водителя Карла Джонсона? Я так не думаю. Поэтому Карл отчасти обладает всеми навыками хорошего водилы. И это факт. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я высказал свою точку зрения на эту ситуацию. То же самое можете сделать и вы в комментариях. А также большое вам спасибо за 80 тысяч подписчиков. Это ого-го как много для меня. Большое вам спасибо. Ну и отдельный респектус нужно выразить тем, кто ставит под моими видосиками пальцы вверх. Спасибо пацаны. Спасибо девчата, если вы такие есть. А с вами был Хик. Услышимся в следующем видеоролике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!